В 19-м году меня избрали лидером, и я работала вместе с Уэйном. В ходе нашего общения я узнала, что он уже несколько лет был лидером и занимался множеством различных проектов. Позже его избрали лидером высшего звена и назначили ответственным за несколько церквей. Мне казалось, что его уровень и понимание принципов должны быть хорошими, и он должен понимать истину. Иначе как бы он мог справиться с этой работой? Я просто не могла не восхищаться им. Я говорила себе, что постигаю азы и не знакома со многими принципами. Я не очень хорошо разбираюсь во всем и склонна путаться в сложных вопросах. Раз мой напарник знает принципы, я должна поскорее их усвоить, чтобы добросовестно выполнять работу церкви. На собрании с Уэйном я услышала, как он говорил о долге, который он выполнял в материковом Китае. В нескольких церквях дела шли неважно, поэтому на него была возложена ответственность за них. Сначала ему казалось, что это будет тяжело, поэтому он не хотел браться за это. Но после еды и питья Божьих слов он принял этот долг. После этого у него были некоторые реальные трудности, но спустя период напряженного труда, дела с работой в церквях стали налаживаться. Услышав его рассказ, я сочла, что у него хороший уровень, и он взвалил на себя бремя и учитывал Божью волю, возрождая почти безнадежные проекты. Должно быть, он обрел работу Святого Духа. Я невольно стала восхищаться им еще сильнее. По мере нашего сотрудничества, я старалась слушать его беседы очень внимательно. Он говорил о том, как ради долга оставил семью и отбросил личные чувства, как он преодолел уловки сатаны и остался тверд в свидетельстве, как он шаг за шагом распознавал антихристов и прогнал их из церкви, чтобы защитить своих братьев и сестер. Он также рассказывал, как он поддерживал лидеров, у которых были трудности, как помогал им усвоить принципы. Когда я слушала его рассказы, мне казалось, что хотя мы и напарники, он на более высоком уровне, что у него более широкий взгляд на все, и нам до него очень далеко. Я стала внимательно наблюдать за тем, как он выполняет свой долг. На собраниях он сначала беседовал на тему Божьих слов, о Божьей любви к человеку и о внимании к Божьей воле, о том, как Бог спасает нас, сколько благодати Он нам дарует и как мы должны отплатить Ему за любовь. Затем он беседовал о том, как выполнять практическую работу и о том, как еще в Китае он везде с головой погружался в реальную работу, чтобы был результат. Если после всего этого он замечал проблемы в определенной области, то начинал читать нотации тем лидерам за нехватку практической работы, человечности и совести, за безответственность и невнимательность к Божьей воле, считая это причиной отсутствия Божьего водительства и результатов. Затем он рассказывал о своей работе в Китае и о том, как он полагался на Бога, чтобы обрести работу Святого Духа. Он велел им полагаться на Бога, чтобы все исправить. Через некоторое время на собраниях он начинал расспрашивать их, и у них был заметный успех в евангельской работе. Это был совершенно новый для меня стиль работы. Этапы были методически связаны между собой. Он говорил и работал решительно и уверенно, и многие братья и сестры очень восхищались им. Я полагала, что он долгое время был лидером и накопил большой опыт в этом, поэтому он лучше меня принимает меры по устранению недостатков. И я спрашивала себя, когда же я смогу стать такой, как он? Я подумала, что если начну делать, как он, то тоже смогу добиться хороших результатов и меня будут уважать. После этого на собраниях я начинала с отрывков о необходимости учитывать Божью волю. Я беседовала о том, как Бог спасает нас, как мы должны отплатить за Его любовь, как вкладывать душу в выполнение своего долга. Когда кто-то не добивался хороших результатов, я, подражая стилю речи Уэйна, читала нотации, говоря, что результаты отсутствуют из-за того, что они не берут на себя бремя, что у таких людей нет ни совести, ни человечности, что они просто оказатели услуг. На каждом собрании я опрашивала их о результатах евангельской работы. Когда дела шли неважно, я относилась к ним с презрением, думая, что если после стольких бесед они не добились хороших результатов, значит, не прилагали усилий. Затем я беседовала о том, как выполнять практическую работу по их долгу, как вкладывать в нее душу и не быть небрежным. В своей беседе я читала братьям и сестрам нотации. Но даже после этого их производительность все равно не улучшилась. Я совсем запуталась. Я ведь следовала методу работы Уэйна. Тогда почему же я не видела результатов? Ты не понимала, что это был плохой подход? Да. Я задумалась после того, как одна сестра кое-что мне сказала. Мы вели разговор о том, что мы чувствуем, исполняя свой долг. И она откровенно сказала мне, что в работе со мной чувствует себя очень подавленной, что на собрании я становлюсь высокомерной и отчитываю ее. И после этого она настраивается на худшее и с трудом выполняет работу. Она боялась, что ее будут ругать и не хотела присутствовать на собраниях со мной. Также она сказала, что я мало рассказываю о своей развращенности, а говорю о проблемах других. Поэтому люди чувствуют отстраненность от меня. Рассказывая мне об этом, она плакала. Мне казалось, что я была несправедлива с ней. Это расстроило меня. Я не знала, что можно навредить, выполняя долг таким образом. Мне просто хотелось улучшать результаты нашей работы. Вместо этого я плохо выполняла свой долг, заставляла других чувствовать себя скованно. Где же я ошиблась? Я помолилась Богу, прося Его наставить меня в понимании моей проблемы. Тогда я увидела эти Божьи слова. Если тебе, как лидеру или работнику, ввести избранных Божьих в реальность истины и к надлежащему свидетельству о Боге, то очень важно направлять людей к чтению и общению с Божьими словами, дабы они глубже постигали Божьи цели в спасении людей и в Его работе, познавали Божью волю и Его требования к человеку, тем самым исполняли долг и угождали Богу. Могут ли люди познать истину, если повторять слова доктрин и читать им норовоучения? Если ваше общение не настоящее, и это только слова доктрины, то не будет толку ни от каких норовоучений. Думаешь, если люди боятся тебя и повинуются тебе, не смея возразить, то значит, они понимают истину и послушны? Это большая ошибка. Войти в жизнь не так-то просто. Некоторые, став лидерами, стараются навязать свою власть, чтобы все им подчинялись. Они предполагают, что таким образом их работа будет легче. Если ты лишен реальности истины, тогда вскоре будет раскрыт твой настоящий духовный рост, обнаружится твое подлинное обличье, и тебя вполне могут изгнать. В какой-нибудь административной работе некоторое исправление допустимо. Но если ты не способен донести в беседе истину, то не сможешь решить проблему, и это скажется на результатах работы. Если, несмотря ни на какие проблемы в церкви, ты лишь читаешь людям норовоучения и обвиняешь их, если приходишь в бешенство, тогда проявляется твой развращенный характер, и ты показываешь уродливый лик своей развращенности. Если ты постоянно свысока читаешь людям норовоучения, то со временем люди утратят возможность получать от тебя подпитку жизнью, не будут обретать ничего реального, а ты будешь вызывать у них неприязнь и отвращение. Аминь. Все, что описал Бог, подходило мне идеально, от и до. Когда я замечала, что у братьев и сестер нет результатов, я не пыталась понять причины, по которым у них плохо идет распространение Евангелия. Я не помогала им решать их проблемы. Я надменно отчитывала братьев и сестер, критикуя их за то, что они не несут бремени. В итоге братья и сестры чувствовали себя ущемленными. Вместо того, чтобы помочь им беседой об истине, я подвергала их стрессу и подавляла авторитетом. Если бы так продолжалось, я бы могла стать лжелидером. Да. Аминь. После этого в некоторых Божьих словах я нашла путь практики. С тех пор на собраниях братья и сестры сперва говорили о своих трудностях, а затем я делилась беседой, основанной на Божьих словах. Таким образом, остальные не чувствовали себя ущемленными. Поступая таким образом, я чувствовала себя намного лучше. Слава Богу! Я считала, что уже хорошо усвоила этот урок, пока не прочла один отрывок из Божьих слов, который помог мне понять, почему я подражала методам работы Уэйна и на какой путь я встала в своей вере в Бога. Посмотрим видео. Хорошо. Всемогущий Бог говорит, какой бы уровень ни был у лидера или работника, если вы поклоняетесь им из-за того, что они понимают немного истины и имеют несколько даров, и считаете, что они обладают реальностью истины и могут помочь вам, если вы благоговеете перед ними и во всем зависите от них и посредством этого пытаетесь достичь спасения, то с вашей стороны это глупо и невежественно, и все это в конечном итоге ни к чему не приведет, поскольку отправная точка по сути ошибочна. Сколько бы истин не понимал человек, никто не может заместить Христа, и каким бы одаренным он ни был, это не значит, что он обладает истиной. Поэтому все те, кто поклоняется людям, благоговеет перед людьми и следует за ними, будут в конечном итоге отсеяны и осуждены. Когда люди верят в Бога, почитать они могут только Бога и только за Ним могут следовать. Несмотря на свои ранги в руководстве, лидеры и работники – все же обычные люди. Если ты воспринимаешь их как своих непосредственных начальников, если чувствуешь, что они тебя превосходят, что они компетентнее тебя, что они должны вести тебя, что они на голову выше других, то это неправильно. Это твое заблуждение. К каким последствиям приводит такое заблуждение? Это приведет к тому, что ты неосознанно будешь оценивать своих лидеров в соответствии с требованиями, которые не имеют ничего общего с реальностью и не сможешь правильно отнестись к присущим им проблемам и недостаткам. Вместе с этим, сам того не зная, ты будешь пленен их очарованием, способностями и талантами настолько, что сам не заметишь, как будешь поклоняться им, и они станут твоими богами. Путь, начинающийся с того, что они станут для тебя образцом для подражания и объектом поклонения до того, как ты станешь их последователем, помимо твоей воли, уведет тебя от Бога. И даже постепенно отдаляясь от Бога, ты все равно будешь верить, что следуешь за Ним, что находишься в Доме Божьем, в присутствии Бога. Но на самом деле ты увлечен приспешниками сатаны, антихристами, и сам этого даже осознавать не будешь, а это очень опасное положение дел. Для решения этой проблемы необходимо, с одной стороны, умение различать природу и сущность антихристов, умение видеть насквозь уродливую личину ненависти антихристов к истине и их противления Богу. К тому же, нужно хорошо знать часто используемые антихристами приемы сбивания людей с толку и заманивания их в ловушку, а также образ их действий. С другой стороны, вы должны стремиться к познанию Божьего характера и сущности. Вам должно быть ясно, что только Христос есть путь, истина и жизнь, и что поклонение любому человеку навлечет на вас несчастье и беду. Вы должны верить, что только Христос может спасти людей, должны с абсолютной верой следовать за Христом и повиноваться Ему. Только таким является правильный путь человеческого существования. Кто-то может сказать, «Ну, у меня есть причины поклоняться тем лидерам, которым я поклоняюсь. В душе я, естественно, поклоняюсь всякому талантливому человеку. Я поклоняюсь любому лидеру, который соответствует моим представлениям». «Почему ты настаиваешь на поклонении человеку, хотя веришь в Бога? В конце концов, кто спасет тебя? Кто тебя по-настоящему любит и защищает? Ты действительно не понимаешь? Если ты веруешь в Бога и следуешь за Богом, ты должен слушать Его Слово. И если кто-то говорит и действует правильно, и это соответствует принципам истины, то неправильно ли будет подчиниться истине? Почему ты так примитивен? Почему тебе обязательно нужно найти, кого боготворить и за кем следовать? Почему тебе нравится быть рабом сатаны? Почему бы вместо этого не быть слугой истины? Это показывает, есть ли у человека благоразумие и достоинство. Если ты не стремишься к истине, постоянно рассматриваешь людей в соответствии с собственными фантазиями и постоянно преклоняешься перед людьми, полагаешься на людей и слепо льстишь им, если ты не идешь путем стремления к истине, тогда какими будут, в конце концов, последствия. Любой сможет тебя одурачить. Ты не способен никого увидеть таким, каков он есть на самом деле, даже самого явного антихриста, который своими манипуляциями сбивает тебя с толку. А ты все равно восхищаешься его способностями, день за днем пляшешь под его дудку. Это означает, что ты круглый идиот. можно с уверенностью сказать, что то, во что ты веришь, это не настоящий, а не определенный Бог, и что ты совсем не из тех, кто стремится к истине. Аминь. Аминь. После прочтения Божьих слов, я поняла, что была на пути поклонения людям, несмотря на свою веру. Я знала, что Уэйн много лет был лидером, поэтому полагала, что он стремился к истине и преклонялась перед ним. Зная, что он отвечал за работу нескольких церквей и приводил дела в порядок, когда они шли плохо, я восхищалась им. Я думала, что у него было водительство Святого Духа и Божьи благословения, чтобы выполнять всю работу. Слушая рассказы о том, как он был внимателен к воле Бога, а также о его методах работы и результатах, мне казалось, что из всех лидеров и работников у Уэйна самый высокий уровень и духовный рост, наилучшей способности. Прежде чем я осознала это, у меня в голове возник величественный образ. Я стала боготворить его. Я думала, что если мне хочется быть хорошим лидером, я должна учиться у него. На собраниях я не особо слушала то, что говорили другие люди. Мне казалось, что их беседа мне ничего не даст. Но когда начинал говорить Уэйн, я целиком сосредотачивалась на нем. Я делала заметки по ключевым моментам, потому что боялась пропустить что-то важное. В то время я совсем не представала перед Богом в молитве и не искала принципов из Божьих слов о том, как должны работать лидеры. Я просто применяла слова и стиль работы Уэйна на практике, будто они были истиной. Я подражала каждому его жесту, манере проповедовать и вести себя. В моем сердце он занимал важное место. Он влиял на то, как я поступала и как выполняла долг. Он стал моим кумиром. Да. Формально я верила в Бога, но в реальности я следовала за Уэйном, а Бог перестал занимать место в моем сердце. Я преклонялась перед человеком, что по сути означало следовать за сатаной и предавать Бога. Верно. Господь Иисус однажды сказал, «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». Угу. Бог есть ревнитель, и Он не позволит верующим в Него поклоняться кумирам. Верно. Всемогущий Бог говорит, «Раз ты уж решился служить Мне, Я тебя не отпущу. Я ревнивый Бог, и Я Бог, Который ревнует человечество. Теперь, когда ты уже возложил Свои слова на алтарь, я не потерплю, чтобы ты сбежал прямо у Меня на глазах, и не потерплю, чтобы ты служил двум Господам». Аминь. Аминь. Божий характер не терпит оскорблений. Богу не нравятся люди, которые веруют в Него, но следуют за человеком и предают Бога. А неотвратительный Богу Он их ненавидит. Так и есть. Раньше я знала, что преклоняться перед людьми неправильно, но сейчас я вижу, что это следование за сатаной и предательство Бога. Это очень опасно. И это оскорбление Божьего характера. Верно. Когда я поняла, что уже стою на неверном пути, мне стало по-настоящему страшно. Я также была благодарна Божьему водительству, показавшему мне такую проблему. Я хотела перестать преклоняться перед Уэйном. Я прочитала еще один отрывок. Ты восторгаешься не смирением Христа, а лжепастырями, занимающими видное положение. Ты обожаешь не красоту и мудрость Христа, а тех распутников, которые утопают в мирской грязи. Ты смеешься над болью Христа, которому негде преклонить голову, но восхищаешься трупами, что охотятся за приношениями и живут в распутстве. Ты не готов страдать вместе с Христом, но охотно отдаешь себя в объятия этих безрассудных антихристов, при том, что они снабжают тебя лишь плотью, буквой и контролем. Даже сейчас твое сердце все еще обращается к Ним, к их репутации, к их статусу, к их влиянию. Тебе по-прежнему сложно воспринять работу Христа, и ты отказываешься принимать ее. Тебе не хватает веры, чтобы признать Христа. Ты следовал за Ним по сей день, так как у тебя не было выбора. В твоем сердце постоянно вздымаются многие возвышенные образы. Ты не можешь забыть каждое из речения и поступок этих людей, а также их влиятельные слова и жесты. В вашем сердце они всегда остаются героями и величайшими людьми. Но Христос сегодняшнего дня занимает незначительное место в твоем сердце и никогда не заслуживает благоговения, ибо Он слишком заурядный, имеет слишком мало влияния и отнюдь невеличавый. Аминь. Божьи слова помогли мне понять, почему я следовала за человеком. Я обожала статус и власть. Я любила это в силу своей природы. Стоило мне узнать, что Уэйн все время был лидером, как я стала смотреть на него с почтением. Когда я услышала, как Он описывает проделанную им работу, я начала преклоняться перед Ним, желая однажды стать такой же, как Он. Выполненная им работа произвела на меня впечатление. Я восхищалась Его беседами, полными достоинства. Мне казалось, что лидер должен быть именно таким. Но я не восхищалась смирением и скрытностью Христа, Его красотой и величием. Я думала о том, как Бог делал одежды для Адама и Евы. Он творец, обладающий величайшей славой, но Он не представлял себя таким образом. Он лично сделал одежды для людей, развращенных сатаной. Когда Господь Иисус трудился и ходил среди людей, Он не раскрывал Свою личность и даже мыл ноги ученикам. Теперь Бог воплотился и пришел на землю, чтобы спасти человека, тихо изрекая истины и давая пищу, не выставляя себя на показ. Божье смирение так достойно нашей любви. Верно. Но я не видела, что в этом содержится Божья святость и достоинство. Я просто смотрела с почтением и даже следовала за всяким, у кого видела высокий статус и кто задирал нос. Я была такой невежественной. Поэтому я поклялась, что стану по-настоящему следовать за Богом и исполнять свой долг. Буду проницательной относительно выводов других. Я бы могла следовать их подходу, если бы Он соответствовал принципам истины. Да. Но если это противоречит Божьим словам и истине, если это была просто личная прихоть или личный опыт, если достижения всей этой работы заключались в том, чтобы завоевать восхищение окружающих, мне нельзя было слепо принимать это. Верно. Верно. Разобравшись с проблемой немного лучше, я вспомнила, как отчитывала других и заставляла их чувствовать себя ущемленными. Таким образом работал Уэйн. Возможно, из-за него некоторые тоже чувствовали себя скованно. А другие размышляли о том, что на собраниях Уэйн постоянно придирался к людям, и это вызывало неловкость. Я дала ему понять, что он использует свое положение, чтобы отчитывать, и это ущемляет других. Верно. Верно. Но он ответил, Я знаю, что использует свое положение, но это то, что дает результаты. Если бы я не справлял их, снизилась бы производительность. Разве настаивать на заведомо несоответствующем истине? Несознательное злодеяние? Для меня было шоком услышать это. Он знал, что его подход проблематичен, и, несмотря на это, продолжал действовать неправильно. Он не принимал и не практиковал истину. Он отчитывал людей, чтобы добиться лучших результатов. Так что его мотивы были неверными. Он делал это ради имени и статуса. Да. Тогда в таком случае не были ли все его беседы просто извержением доктрины? Угу. У меня зародились сомнения насчет того, что Уэйн за человек на самом деле. И я начала уделять больше внимания тому, как он выполняет свой долг, чтобы выяснить, что он за человек. Угу. Позже, наблюдая, как он проводит собрания для некоторых лидеров команд, я заметила, что он отчитывает их за небрежность. Он повторял, «Есть ли у вас капля человечности или ответственность? Сколько реальной работы вы сделали?» Он разоблачал и критиковал людей, но никогда не говорил о том, как им решать практические вопросы в своей работе. Когда мы подводили итоги работы, он просил лидеров и опытных братьев и сестер делиться мыслями, но сам никогда не помогал с решениями. Он не говорил о развращенности, которую являл при исполнении своих обязанностей. Он всегда просто надменно отчитывал людей. А после этого я заметила, что он не следит ни за какой работой, а отдает приказы. Он перекладывал свои проекты на плечи других и заставлял их отчитываться перед ним. Выполняя задачи, которые требовали большей ответственности, он защищал собственные интересы и не считался с работой церкви. В свете всего этого поведения, мы с напарниками обсудили это и пришли к выводу, что он лжелидер. Мы рассказали обо всем вышестоящему лидеру. Услышав, что Уэйн постоянно повторяет «Вы такие и сякие», лидер сказал, что Уэйн ведет себя так, словно уже усовершенствован Богом, словно он из тех, кого использует Бог, ведь он сам желал быть на равных с Богом. Такова сущность сатаны, антихриста. Когда я услышала, как лидер упомянул эти слова, я была совершенно поражена. Я только знала, что он не беседует об истине и не решает проблемы, что он лжелидер, но я не понимала, что он антихрист. Затем я прочла отрывки из Божьих слов. Давайте посмотрим видео. Хорошо. Хорошо. Всемогущий Бог говорит. В какой бы манере ни говорили антихристы, их речи всегда направлены на то, чтобы люди стали уважать их и поклоняться им, на то, чтобы добиться определенного положения в людских сердцах, даже занять там место Бога. Все это те цели, которых хотят добиться антихристы, когда свидетельствуют о самих себе. За всем, что они говорят и проповедуют, чем они делятся, стоит одна мотивация. Сделать так, чтобы люди уважали их и почитали. Такое поведение означает превозносить самих себя и свидетельствовать о самих себе, дабы занять место в сердцах других. Хотя говорят они не совсем одинаково, результатом в той или иной степени является свидетельствование о самих себе и приведение людей к тому, чтобы те почитали их. Подобное поведение присуще почти всем лидерам и работникам. Если доходит до того, что они уже не могут остановиться или им уже трудно сдерживаться, если у них особенно сильны и очевидны намерения и цель заставить людей относиться к ним как к Богу или какому-то кумиру, тогда они могут достичь цели, контролировать людей и властвовать над ними, а также заставить людей подчиняться и поклоняться им. Природой всего этого является превозношение самих себя и свидетельство о самих себе. Все это часть природы Антихриста. Какими способами люди обычно превозносят самих себя и свидетельствуют о самих себе? Они говорят о капитале. Что включают в себя разговоры о капитале? Разговоры о том, как давно они верят в Бога, сколько пострадали, какую большую цену заплатили, сколько проделали работы, как далеко ездили, сколько людей обрели проповедью Евангелия и сколько унижений были вынуждены претерпеть. Некоторые также говорят о том, сколько раз их арестовывали и сажали в тюрьму, и что ни разу не было такого, чтобы они продали церковь или братьев и сестер, или чтобы не были тверды в свидетельстве и так далее. Все это примеры разговоров о том, сколько у человека капитала. Под видом исполнения лидерских обязанностей они ведут свои собственные дела, упрочивают свое положение, создают в людских сердцах хорошее впечатление. В то же время для привлечения людей на свою сторону они прибегают ко всевозможным приемам и уловкам, вплоть до того, что подвергают нападкам и изгоняют всякого, кто расходится с ними во мнениях и взглядах, а особенно тех, кто стремится к истине и придерживается принципов. А какие методы они используют по отношению к людям глупым, невежественным и запутавшимся в вере, а также к тем, кто лишь недавно уверовал в Бога или у кого духовный рост совсем мал. Они прельщают их, втираются к ним в доверие и даже запугивают, используя эти стратегии, чтобы добиться своей цели, упрочить свое положение. Все это тактика антихристов. Я обнаружил, что многие лидеры способны только читать людям нотации, могут лишь проповедовать людям, глядя на них сверху вниз, а разговаривать с ними на равных не могут. Они не способны нормально взаимодействовать с людьми. Некоторые, когда говорят, все время как будто произносят речь или читают доклад. Их слова всегда направлены только на состояние других людей, а относительно самих себя они никогда не открываются, никогда не анализируют свой собственный развращенный характер. анализируют только проблемы других, чтобы другие о них знали. Почему же они так делают? Почему склонны произносить такие проповеди, говорить такие вещи? это подтверждает, что они не знают самих себя, что у них слишком мало здравого смысла, они слишком заносчивы и самодовольны. Они думают, будто их способность распознавать развращенный характер других людей свидетельствуют, что они стоят выше прочих людей, что они проницательнее других, что они не столь развращены, как другие люди. Быть способным анализировать других и читать им нотации, но не способным самому открываться, не разоблачать и не анализировать свой собственный развращенный характер, не показывать свое подлинное обличье, ничего не говорить о своих собственных побуждениях, а только читать другим нотации за то, что те поступили неправильно. Это самовозвеличивание и самопревознесение. Ведя людей, они не просят тех практиковать истину, а просят, чтобы те слушали, что они скажут, и следовали их путем. И разве не значит это просить людей относиться к ним как к Богу и слушаться их как Бога? Обладают ли они истиной? У них совсем нет истины, и они преисполнены характера сатаны, они суть бесы, так почему же они просят, чтобы люди их слушались? Не возвеличивает ли себя подобный человек? Не превозносит ли себя? Способны ли такие, как они, приводить людей к Богу? Способны ли делать так, чтобы люди поклонялись Богу? Они хотят, чтобы их самих люди слушались? И когда они работают подобным образом, то в самом ли деле ведут людей к вхождению в реальность истины? В самом ли деле они совершают работу, которую верил им Бог? Нет. Они пытаются установить свое собственное царство. Они хотят быть Богом. Они хотят, чтобы люди относились к ним как к Богу и слушались их как Бога. И разве это не антихристы? Вот как всегда действуют антихристы. Насколько бы сильно они не задерживали работу церкви, сколько бы препятствий и потерь не постигло избранных Божьих во время их вхождения в жизнь, люди должны быть покорны и послушны им. Это ли небесовская природа? Это ли не характер сатаны? Такие люди – человеческой шкуре. Пусть у них человеческие лица, но внутри все бесовское. Все слова и дела у них бесовские. Их поступки вовсе не соответствуют истине и тому, что делают благоразумные люди. Так что нет сомнений, что это деяние бесов, сатаны, антихристов. Это должно быть для вас очевидным. Аминь. Аминь. Божьи слова позволили мне различить суть поведения Уэйна. На собраниях он не говорил о своей развращенности, слабостях и недостатках и почти никогда не анализировал свои проблемы и ошибки в работе. Он говорил об обязанностях, которые взял и о работе, которую сделал, сколько церквей поддержал и сколько лидеров обучил, сколько антихристов он обнаружил, говорил, чем пожертвовал и о том, как он сильно страдал, сколько трудностей преодолел и как он угождал Богу, несмотря на все страдания. он свидетельствовал о себе подобным образом, чтобы завоевать авторитет среди других, чтобы другие уважали его. Рассказывая об опыте, он связывал все с Божьими словами. Выглядело так, словно он делится своим пониманием Божьих слов и своим реальным опытом, но все это было стремлением покрасоваться своими достижениями. его беседы не давали людям понимания Бога или Божьих слов. Они были воспоминаниями и вызывали восхищение им. Он рисовался под предлогом беседы о Божьих словах с целью занять место в сердцах людей и сбить их с истинного пути. Он злоупотреблял своим положением, чтобы вскрывать недостатки других, отчитывая за отсутствие человечности, совести и ответственности. Он вечно говорил «Вы люди». Он не считал, что находится на одном уровне со всеми остальными, что Он сотворенное существо, один из людей, развращенных сатаной. У Него были точно такие же черты развращенности, как и у всех нас. Но Он вел себя так, словно был кем-то особенным, как будто другие были развращенными и принадлежали сатане, а Он был не таким и избежал развращенности и скверны. Когда братья и сестры плохо выполняли долг, Он не говорил об истине, а просто отчитывал их и всегда угрожал уволить тех, кто не выполнял практическую работу. Это заставляло людей и бояться Его и держало всех в покорности перед Ним полностью в Его руках. Он не только злоупотреблял статусом, но и использовал тактики, чтобы заставить людей обожать Его, смотреть на Него с уважением. Он шел по пути Антихриста, обладая антихристовой природой. Да. Несомерно. Мы сместили Уэйна с должности в соответствии с принципами. После этого мы слышали, что некоторые люди так подавлены Его увольнением, что хотят перестать исполнять свой долг. Им казалось, раз Его уволили, несмотря на высокий уровень, то их тоже когда-нибудь уволят, потому что они не способны выполнять практическую работу. Я понимала, что людей, сбитых Уэйном с толку и лишенных проницательности должно быть много. Мы с напарниками отправились пообщаться со всеми, с кем Он работал, о причинах Его увольнения и природе Его поведения, основываясь на Божьих словах. Некоторые из них говорили, как сильно они уважали Его. Им казалось, что у Него большой уровень, что Он одарен, красноречив и опытен. Сказанное им, они принимали за эталон, воспринимая Его слова как истину, и только сейчас поняли, что Он сбил их с толку. Некоторые из них говорили, что боялись Уэйна, что всякий раз, когда Он проверял их работу, они начинали очень нервничать, боясь критики, а потом они впадали в депрессию. Они ощущали нехватку уровня, неспособность правильно поступать, несоответствие роли лидера и считали, что должны уйти. Только снова и снова молясь Богу, они начинали чувствовать себя сильнее. Пообщавшись со всеми, я увидела, как негативно повлияло на братьев и сестер поведение Уэйна, его увольнение, проявление Божьей праведности. Да. Если бы он остался лидером, то это навредило бы другим. Верно. Верно. Спустя время мы получили письмо из материкового Китая с отчетом о том, как Уэйн выполнял там свои обязанности. Назначенные им кураторы не годились для работы. Некоторых выгнали как антихристов, а некоторые после ареста продали церковь, даже без пыток, став иудами. Назначение не тех людей действительно вредило работе церкви. Верно. Они сказали, что Уэйн выставлял на показ свой уровень, чтобы сбить людей с толку и заставить всех думать, что он способен решить любую проблему, что лишь парой фраз в беседе он может точно определить и решить проблему, что куда бы он ни шел беседовать, люди начинали лучше относиться к долгу. Всем казалось, будто у него есть реальность истины, и его соработники действительно восхищались им. Даже люди, которые никогда его не встречали, хвалили его, когда упоминалось его имя и принимали его за эталон. Они считали, что если будут делать то же, что и он, то добьются лучших результатов. После просмотра этих отчетов об Уэйне у меня сложилось более ясное впечатление о нем. Его поведение полностью подходило под Божье описание антихристов, возвышающих себя. Верно. Ни в Китае, ни за границей характер жизни Уэйна не изменился. Он был антихристом. Да. Я была благодарна Богу за его праведность. Никто не может избежать Божьей проверки. Поэтому рано или поздно он отсеет любого, кто не стремится к истине и идет неверным путем. Да, это правда. Да, слава Богу. Этот опыт показал мне, что мы должны смотреть на все и на всех, основываясь на Божьих словах. И, исходя из поведения человека, учиться понимать, какой это человек. Мы должны сближаться с теми, кто стремится к истине, учиться у них и извлекать пользу. Мы должны правильно подходить к тем, кто проявляет минутную развращенность, помогая им, поддерживая их, делясь истиной. Но при этом мы должны отвергнуть тех неверующих, которые не практикуют истину. И если мы видим, что кто-то движется в неправильном направлении, что кто-то является лжелидером или антихристом, мы должны положить этому конец и сообщить о них. Да. Нам нужно извлекать урок из их неудач, думать, когда мы поступаем точно так же, как они, использовать их неудачи как предупреждение для себя. Так мы можем быстрее расти. Верно. Если, веруя, мы не смотрим на других, применяя Божьи слова, а смотрим лишь на уровень и таланты, то склонны льстить другим и следовать за ними. Мы окажемся на пути противодействия Богу и будем отсеяны. Это показывает нам, как важно стремиться к истине. Верно. Верно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok